МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Какая нам разница, кто это делает? О чем на этот раз говорили на расширенном заседании Совета по предпринимательству при президенте республики Альбина Слагараева. Перемены в лесном хозяйстве. Огромное спасибо вам за труд. Мы работали в полном понимании. О сюрпризах с коллегией Министерства лесного хозяйства республики. Слава от Мухаммадуля. Помним, любим, едем. Все вместе только можем победить вот это зло и нечестье. Как жители Нижнекамска почтили память убитой лыжницей Гульшатко-Тенковой. Расскажет Рамин Шайдуля. Детская одежда с недетскими надписями. Ни за что бы не купила. Это интересно же. Это, мне кажется, ничего не значит. Рекламный ход или спланированная акция. Мнение татарстанцев. Выслушала Анна Городнова. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Половина Казани погрузилась в темноту. Масштабный блэкаут накрыл сразу три района столицы. Советский, Вахитовский и Приволжский. В общей сложности без электричества остались почти 100 тысяч человек. Кроме этого, света не было в десятках больницах и поликлиниках. Погрузились в темноту школы и детские сады. Порядка 50 социально значимых объектов. Одна из причин массового отключения – авария на двух подстанциях. Сейчас с нами на прямой связи наш корреспондент Альбина Минебаева. Здравствуйте, коллега. Что стало причиной казанского блэкаута? Александр, приветствую тебя. Тебе добрый вечер. Ну, а будет свет, да будет свет. Это самое главное пожелание. Последних двух часов те, кто работает и живет в микрорайоне горки. Свет дали минут 15 назад. Поэтому прошу операцию показать ближайшую пятиэтажку. Горят те самые лампочки. Вот там видно, некоторые люди смотрят через окошечко, выглядят, что же происходит на улице. 96 тысяч человек находились в зоне отключения. Здесь, в микрорайоне горки, это 29 детских садиков, 20 школ, примерно уже столько же. Котерин, Казэнерго, насосная станция водоканала. Те, кто здесь работает и живет во время нашего разговора с ними, говорили о том, что вот здесь, вот на этой подстанции Советской, они слышали какой-то грохот, очень сильно похожий на взрыв. Поэтому сейчас вот предлагаю послушать наше общение с теми, кто живет и работает здесь. Вспышка, хлопка я не слышала, но вспышка была сильная. Конечно, враслух, только с работы пришли. С работы пришли, да кушать и готовить, и все. Но сейчас на улице стоим все. Она говорит, мама, там взрыв, говорит, и свет сразу погасился. А сейчас мимо проезжала, там это скорую вызывает. Там, походу, что-то случилось. Сейчас рассматривается основная рабочая версия отключения света. Это авария на двух подстанциях, Горки и Советская. Вот сейчас мы находимся как раз-таки на последней. Это отключение кабельных линий 110 киловатт. Примерно в 6 часов мы здесь уже заметили сотрудников МЧС. Они также сюда приехали для того, чтобы выяснять обстоятельства происшествия. И вот сейчас предлагаю послушать официальный их комментарий. Предварительная причина отключения кабельной линии на 110 киловатт подстанции Горки и Советская. К месту происшествия убыла оперативная группа Казанского пожарно-спасательного гарнизона. На месте работают аварийные бригады ВАО «Сетевая компания». Я сейчас еще раз отмечу, что в зоне отключения находились 96 тысяч человек. В том числе была очень сложная дорожная обстановка. Вот здесь, например, на перекрестке до Урска и Зорге была действительно очень серьезная пробка. Не работали светофоры, поэтому, собственно, работали регулировщики. На данный момент движение восстановлено, собственно, как и свет. Поэтому ждем официальных уже версий и вердиктов, почему же произошла авария. Я отмечу, что основная версия – это отключение 110 киловатт, линии 110 киловатт на двух подстанциях Горки и Советская. Лейсан, тебе слова. Спасибо, Альбина, о том, как город справляется с аварийным отключением света сразу в нескольких районах Казани. Чуть позже у нас впереди еще одно прямое включение. Посмотрим, как складывается ситуация на дорогах. А сейчас к другим новостям. Одни жалуются на количество жалоб, другие – на препоны при борьбе за экологию. Третьих – каждый день по новому разрешению просят. На целый ряд проблем, мешающих бизнесу, сегодня пожаловались Рустаму Миниханову. В Казани прошло заседание Совета по предпринимательству. Как вместе искали выход Альбина Солгораева. Бизнес должен зарабатывать. Бизнес должен зарабатывать и хочет это делать на мусоре. Но каждый раз риски убытков. Так, по новому закону, плату за воздействие на окружающую среду обязаны платить региональные операторы. В Цитарстане таковое еще не определено. А значит, денежное бремя ляжет на операторов по обращению с отходами. Речь о 264 миллионах рублей. Необходимо внести в федеральный закон изменения, что до выбора регионального оператора с полигонов данная плата взыматься не будет. Инициативу поддержали, помимо прочего, упреждая беспокойство бизнеса. Тариф на плату за воздействие на окружающую среду на этот год в республике не предусмотрен. В счастье, то, что сейчас озвучили, надо материалы передать. Ирик, меню у нас будет, тоже эту тему надо будет на коллеги поднять. На совете подняли сразу несколько вопросов, касаемых экологии. Так, операторы по обращению с отходами должны не просто получать лицензию на деятельность, но и постоянно ее переоформлять. Притом, процедуры аналогичные. В совете предлагают упростить механизм требований для этого внести изменения в федеральный закон. Смотрите, сколько вопросов здесь возникает. Это несовершенство, это бюрократия ваша. А вот обычно население жалуется на ЖКХ. Сегодня же обратная ситуация. Только в прошлом году по заявкам жителей проверили управляющих компаний 22 тысячи раз. При этом зачастую жители сразу идут в вышестоящие инстанции. Они напрямую в свои ТСЖ. После того, как управляющая компания неоднократно не выполнила свои обязательства перед собственниками, тогда уже можно наказать. Создать единую систему приема жалоб для всей республики предложил президент. По примеру, портал «Открытая Казань», который вот уже 5 лет работает успешно. Я вот не понимаю вас, когда вы начинаете изобретать что-то новое. Люди уже работают в этой системе. Если она работает в городе Казань, если для Казани это подходит, в других местах она точно подойдет. Если даже вот Еремеев сделал, да. Значит, если у Еремеева система лучше, значит у него надо взять. У нас же другого нет. Значит, ты придешь и скажешь, давайте мы сделаем новое. Зачем новое делать, если можно купить или взять? Или попросить, что бы он вам подарил? Физически только есть, да. Безопасная перевозка детей и уточнение порядка регистрации переоборудованных транспортных средств также были на повестке. Как выяснилось, гостиничный бизнес готовится к предстоящему чемпионату мира по футболу, который пройдет в этом году. Потому как в связи с собой проведением уже точится закон и вырастет количество проверок. И сегодня бизнес просит организовать единый информационный центр, из которого можно было бы оперативно узнать изменения в законах. Напомним, Владимир Путин не раз подчеркивал, что задача регионов – сформировать комфортную среду для развития предпринимательства, улучшить деловой климат, применяя системный подход. Владимир Путин отначал Татарстан в числе регионов-лидеров, задающих высокие стандарты по деловому климату. Создание благоприятной деловой среды в каждом регионе и муниципалитете по всей России является ключевым условием для развития малого и среднего бизнеса. Не будет этого. Не помогут никакие льготы, никакие преференции и никакие гранты. Нужно создавать благоприятную деловую среду. Но пока нерешенных вопросов немало, Рустам Мениханов сегодня призвал чиновников всех уровней не мешать бизнесу, ну а в лучшем случае поддерживать и помогать. Альбина Слагараева, Марат Зайдулин, ТНВ «Казань». Освободилось кресло министра лесного хозяйства. Алмаз Назиров ушел в отставку прямо на итоговой коллегии ведомства. Неожиданно эту отставку не назовешь. Месяц назад ряд СМИ сообщали, что министр мог быть фигурантом махинации с распределением земельных участков, будучи главой Арского района. Слават Мухаммадуллин о том, какие вопросы теперь решать новому леснику в республике. Огромное спасибо вам за труд. Мы работали в полном понимании. Привычно началось и неожиданно закончилось сегодня заседание Минлесхоза. «Я устал и прошел все этапы», – сказал глава ведомства и подал в отставку. Для коллектива это стало шоком. Хочется выразить вставочные лесные благодарности вам. Премьер Алексей Песошин отставку принял. За работу – награда. Медаль ордена за заслуги перед республикой. Хочу поблагодарить Амаза Аминьовича за большой пройденный путь в лесном хозяйстве 43 года. С сентября 2014 года уже на посту министра... Таким образом, итоговая коллегия Минлесхоза стала итогом работы и самого министра. Наследство же будущему руководителю, а пока неизвестно, кто им станет, остается ряд вопросов, которых предстоит только решить. Главной проблемой в лесном хозяйстве остается постановка земельный учет. Сейчас кадастровые работы ведутся только в 8 лесничествах. Остальные 22 только планируют определить свои границы. Поставлено на учет в государственном лесном реестре 473 лесных участка. В республике на кадастровый учет поставлено 19% лесных земель. И такая проблема в масштабах всей страны, констатируют федеральные чиновники. Сейчас основная проблема в судах, что именно границы лесов не установлены. Из-за этого, получается, как бы не всегда министерство лесного хозяйства, в России имущество в судах не всегда выигрывают. Теперь юридические тонкости планируются урегулировать. Тогда избежать наказания от самовольного захвата земель будет практически невозможно. Защита леса и развитие хозяйства в целом – одна из приоритетных задач регионам от президента страны. Ключевое значение имеет охрана, защита и воспроизводство леса. Лес нужно спасать и от незаконных вырубок. Ущерб от нарушителей лесного законодательства в прошлом году составил 11,5 миллионов рублей. Выявлены случаи самовольного захвата земель лесного фонда, попытки вырубки леса и освоения земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Татарстан считается малолесным регионом. В помощь – искусственное восстановление насаждений и лесоустроительные работы. Задача – сохранить и приумножить лесное хозяйство. Слава Тухмадуллин, Денин Фуатов, ТНВ, Казань. И мы возвращаемся к главной теме дня. В Казани произошло массовое отключение электроэнергии. И мы сейчас перемещаемся на улицы столицы. Рамиль Шайдулин сообщит самую последнюю информацию на дорогах и перекрестках. Да, добрый вечер, Лисан. Собственно, вот так заканчивается казанский блэкаут, как отключение электроэнергии в столице прозвали в соцсетях. По предварительным данным, 96 тысяч казанцев осталось без света, но отключение коснулось не только жилых домов. Такая же темень стояла здесь, на улице города, на дорогах. Мы сейчас находимся на пересечении улиц Фучика и Зорги. Так вот, пробок, конечно, мы здесь не заметили, потому что там, где были отключены светофоры, работали регулировщики. Но водители, подъезжавшие сюда, говорили, что действительно проблемы с заторами были. Без света оставались только дома, без света оставались детские сады, школы. Мы знаем о торговых центрах, знаем о том, что проходила эвакуация из лифтов. Сетевая компания говорила, что энергии дадут к 8, максимум к 9 вечера. Собственно, сейчас, как мы наблюдаем, свет есть и в домах, и на улице. Блэкаут, можно сказать, что и окончен. Лисан. Спасибо, коллега. Это был Рамиль Шайдулин с информацией на дорогах и перекрестках. А мы переходим к другим темам выпуска. Память убитой нижнекамки Гульшат Котенковой на ее родине почтили массовым лыжным забегом. Напомним, тело погибшей нашли недалеко от лыжной базы. Но сюда сегодня приходит все больше и больше нижнекамцев. Не бояться всех призвало местное духовенство. Важнее сплоченность горожан. Кто пришел на первую лужню к памяти? Далее. Мусульмане и православные, духовенство, спортсмены и любители. На лыжне десятки нижнекамцев. Они встали на лыжи, чтобы показать свою сплоченность. Продемонстрировать единый порыв. Задача этого мероприятия это значит восстановить то спокойствие. Тот мир, который всегда был в нашем городе. И мы должны все вместе только можем победить вот это зло и нечестье. Именно на этой лыжне случилась трагедия. На прошлой неделе здесь зверски убили Гульшат Котенкову. После этого база опустела. Но жители города больше не боятся вставать на лыжи. Подозреваемый задержан. Жизнь продолжается. И нужно дальше продолжить друг друга поддерживать во всех ситуациях. Не только ситуация, когда человеку хорошо, но и когда очень тяжело и сложно. Первый раз, конечно же, на лыжи было стать нелегко. Но я бы не сказала, что сложно. Но было нелегко. Но так как у меня есть замечательный папа, он меня, конечно же, научил. И я буду в дальнейшем развивать катание. Заниматься спортом полезно. Решил поддержать эту акцию. Лицу безопасно, не страшно, везде фонари горят. И люди тоже ездят. Сегодня на базе идут на все, чтобы ничего не напоминало о тех событиях. Во-первых, снесли ту постройку, в которой убийца прятал свою жертву. Во-вторых, открыты все трассы. И заезды продолжаются. Как-то обезопасить или более просматриваемые участки сделать. Это есть в работе, сейчас уже находится. Это полностью освещенная дорожка, которая от 20-го микрорайона до Красного Ключа, брусчатка. Убийство Гульшатко-Тенковой организаторы забега называют ужасным стечением обстоятельств. Она потрясла каждого, но одновременно исплатила за мир и жизнь. Рамиль Шайдулин, Альбина Валеева, Евгений Лызаев, ТНВ, Нижнекамск. Астрономы НАСА назвали причину рождественской вспышки в Челнах. Напомним, необычные небесные явления наблюдали в нескольких городах республики, а также в Удмуртии и Башкирии. Подвигались различные версии о ее причинах. По мнению экспертов НАСА, это не что иное, как сгоревший в атмосфере метеороид. Его скорость составила 21 километр в секунду. Выделившись в результате разрушения небесного тела энергия составила почти 0,98 килотонн. Сегодня в Перме двое подростков напали на школу. Пострадали 15 человек, 12 госпитализированы. Что двигало этими ребятами, выясняет следствие. Будет ли оно разбираться с продажами в Казани футболок с надписями «Детский криминал», «Соска», «Шпана» и «Бандитка»? Во всяком случае, это вызвало резонанс среди родителей. А психологи утверждают, такие надписи могут нанести ребенку серьезную травму. Мнение сторон выслушала Анна Граднова. Детская одежда с недетским принтом. Мальчики и девочки позируют в костюмах с надписями «Шпана», «Бандит», «Детский криминал». Ассортимент для малышей от двух лет и для подростков до 14. Такой подход возмутил Казанцев. Ни за что бы не купила. Не красиво это. Героям и мультфильма я бы купила. Мама двоих детей, Диана Шахисламова, напротив, не прочь купить сыну нестандартный костюм. Мата нет. Ничего такого. Вот тем более некоторые мамы говорят, ой, это на мой бандит. Там что-нибудь отворяет ребенок. Но это все на самом деле в пределах определенных рамок. И поймет не каждый. Провокация и никакой смысловой нагрузки, говорит директор интернет-магазина. Так Артур Жумабаев и его команда привлекли клиентов. В основном молодых мам. Мы знаем, какие рамки, какие принты зайдут именно на какую категорию. То есть, к примеру, соска девочка не будет носить 14 лет. Это как раз-таки на маленьких девочек, которые там до 7 лет. В магазинах футболки на любой вкус и цвет. В Казани сотни точек, где можно выбрать любую надпись. Вот здесь мы выбрали, например, свой логотип 20 минут и изделие готово. Спрос рождает предложение. Если клиент хочет и платит, то почему нет? Не цензурные мы не печатаем, так как свастика, нецензурные выражения и порнография. Надписи с нецензурной бранью попадают под мелкое хулиганство и караются штрафом до 1000 рублей. Одежда же с оригинальными принтами больше вопрос самовыражения самих родителей. Взрослые покупают для взрослых, чтобы другим что-то показать через своих детей. Связано это, ну, на мой взгляд, в принципе, с максимализмом подростковым, который еще остался в крови, наверное, у этих взрослых. Протестное настроение всех и вся. Где-то дома носить в качестве просто домашней одежды, наверное, это имеет место быть. Выходить куда-то в школу или в какие-то общественные места, ну, наверное, это уже не так хорошо. Что носить их ребенку – дело каждого родителя. Но прежде чем выбирать ту или иную надпись, психологи советуют внимательнее читать, чтобы чадо не стало объектом насмешек. А казанские производители уже начали готовить новую коллекцию одежды для взрослых. Анна Городнова, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Сюрприз год спустя. Сотни клиентов Татфонбанка и Интихбанка, у всех шеи спасти деньги в последний момент, начали массово получать судебные повестки. Сегодня в арбитражном суде Республики стартовали первые слушания по искам агентства по страхованию вкладов. АСВ требует от клиентов ТФВ вернуть деньги, переведенные со счетов позднее 29 ноября 2016 года. По мнению конкурсного управляющего, эти операции проводились в ущерб другим кредиторам банка, которые в то же время не могли получить свои деньги. Иски получили 260 юрлиц и больше 400 физлиц-клиентов Татфонбанка. Еще около 300 исков по Интихбанку. Общая сумма исков – несколько миллиардов рублей. Сегодняшние слушания отложили по просьбе ответчиков, которые попросили время на подготовку. Они продолжатся 8 февраля. Это новости Татарстана. Смотрите далее. Праздник и приоритеты. Работа прокуратуры Республики была качественной и эффективной. Как свою профессиональную дату отметили прокуроры Татарстана, расскажет Дмитрий Аренян. Будет ли крещение безопасным? Главное – настроиться правильно. То есть, с Божьей помощью не утонете. Толщину льда на озере Комсомольское проверил Сергей Хайдаров. Все новое – это незабытые старые. Исторический центр Казани сегодня обошел президент Рустам Миниханов. Исторические здания здесь превращают в колоритные музеи. К примеру, в одной из старейших аптек на Баумана после реставрации воссоздан прежний интерьер. Объект культурного наследия дом купца Би-Пяева стал музеем Чак-Чака с атмосферой татарского купеческого быта. Президент оценил реконструкцию здания на Парижской коммуне, а также новый проект «Дом национальной кулинарии», который предполагает восстановить утраченный памятник «Дом Бикмухаметова». На маршруте и совсем новый музей «Татарская слобода» и «Дом музей Морджани». Напомним, в декабре Рустам Миниханов возглавил Общественный совет федерального проекта «Городская среда». О важности сохранения исторического облика при застройке неоднократно заявлял и президент России. Владимир Путин отметил, что памятники архитектуры, особенно исторические центры городов, представляют огромную культурную и духовную ценность. Их необходимо беречь, а если строится что-то новое, то оно должно гармонично вписываться в реставрируемое старое. Прокуроры запели песнями, поэзией и рок-балладами. В прокуратуре Татарстана отметили свой профессиональный праздник. В этом году, с момента создания надзорного ведомства России, исполнилось 296 лет. С праздником служители ОК Государева пришел поздравить Рустам Миниханов. Несмотря на праздничный формат встречи, президент обозначил и ряд серьезных задач, каких расскажет Дмитрий Аринин. Присяга на верность дана, закону служить нам с тобой. Вокальные таланты не чужды и прокурорам. За свои же профессиональные способности прозвучало множество поздравлений. Как в видеообращении сказал Юрий Чайко, и в век мультимедиа представители ОК Государева должны чтить и отставить принципы, заложенные еще в петровские времена. Как отметил президент России Владимир Владимирович Путин, прокуратура должна оставаться оком государства за соблюдением интересов граждан страны и самого государства. Рустам Миниханов в своем поздравлении отметил, что без хорошего прокурорского надзора невозможно экономическое и социальное развитие республики. Часто вам приходится сталкиваться с нестандартными, сложными проблемами, не имеющими прямого и быстрого решения. Реакция прокурора всех уровней на несоблюдение закона, нарушение прав и свобод граждан должна быть не только незамедлительной, но и извешенной, всесторонне выверенной. В интересах стабильности в обществе и государстве. В этом случае ваш труд получит заслуженно высокую оценку граждан и повысит имидж государственных органов. В минувшем году благодаря прокуратуре тысяч татарстанцев получили помощь в решении своих проблем. Это и пострадавшие от финансовых учреждений, обманутые дольщики и те, кому задержали зарплату. Оценивая прошедший год, несмотря на его насыщенность различными событиями, должен отметить, работа прокуратуры республики была качественной и эффективной. Лучших сотрудников прокуратуры наградили государственными наградами, поощрили журналистов, отметив их помощь в народу не случаев нарушения закона. В этом году, как сказали, главное, за чем нужно проследить, чтобы безупречно прошли выборы президента России и футбольный чемпионат мира. Живи страна в веках, а прокуроры, законность в государстве с берегу. Дмитрий Аринин, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань. Информация от Центра избиркома России. Завершился прием документов от кандидатов на должность президента страны. В конечном итоге, после проверки документов, зарегистрировано 14 кандидатов от партии и два самовыдвиженца. Это действующий президент России Владимир Путин и депутат Костромской облдумы предприниматель Владимир Михайлов. Сейчас на стадии проверки документа еще четырех представителей партии. Срок регистрации стекает уже сегодня вечером. Напомним всего, о желании выдвинуться на президентский пост заявляли больше 60 человек. За два месяца до выборов президента России Всероссийский Центр изучения общественного мнения запустил специальный исследовательский проект, в котором россиян спрашивают, за кого они проголосовали уже в ближайшее воскресенье. С начала года этот вопрос задали трём тысячам респондентов по всей России. На первом месте рейтинга Владимир Путин, на втором Павел Грудинин, на третьем Владимир Жириновский. За это уже время с вопросом, за кого бы они проголосуете ни при каких обстоятельствах, обратились к двум тысячам россиян. В этом рейтинге первое место занимает Ксения Собчак, второе Григорий Явлинский и третье Владимир Жириновский. Сделать крещение безопасным для этого сегодня, вооружившись коловоротом и линейкой, на места купания вышли сотрудники МЧС и представители церкви. Главный критерий – толщина льда. Это важно, ведь скоро эти места соберут тысячи верующих. Всего в Татарстане купели оборудуют в 106 точках. Как они готовы к крещению, узнал Сергей Хайдаров. У одного в руках коловорот, у другого – линейка. Так сотрудники МЧС выясняют, быть ли на озере Комсомольское первому крещенскому купанию. Для верности делают сразу 10 лунок. Толщина 35 сантиметров. При такой толщине массовые мероприятия на льду проводить можно. Минимум 25. Для жителей Дербышек это отличная новость, говорит Александр Закамский. Он купался в крещении уже 5 раз, но иногда приходилось пропускать ритуал. Вот эта нагрузка с транспортом, ехать это мокрым и прочее, то есть это напряженно. А здесь халат надел, в дом бежал, все, нет проблем. Так что, ну, я вам тоже советую. Главное – настроиться правильно. То есть, с Божьей помощью не утонете. Для безопасности людей в дни крещения на озере Комсомольское будет организован спасательный пост. Именно здесь будут дежурить сотрудники МЧС. Ну а на этом месте возведут целый шатер. Здесь люди смогут не только переодеться, но и согреться горячим чаем. До крещения времени немного. До 19 января инспекторам нужно объехать все официальные купели в республике. Только в Казани их шесть. Два места на озере Кабан, это в районе кафе Сокол, со стороны Мирного, в районе улицы Борисковская, значит, со стороны Борисского, там две точки. Одна точка, Красная горка, это Ворокчино, одна точка в районе памятника на реке Казанка и поселок Савинова. В Татарстане 106 мест, где оборудуют купели. И если где-то лед уже окреп, то в Автограде дела иначе. Большое количество верующих лед на Меликеске не выдержит. Вердикт инспекторов, не больше 10 человек на одном участке одновременно. Может за неделю еще нарастет лед. Просто рекомендуем мы, чтобы много народу на лед не выходило. Каждый год местная купель собирает около 3000 верующих. Челнинцы надеются успеть совершить ритуал омовения. Крещенские купания традиционно продолжатся в течение трех дней после освещения воды. Сергей Хайдаров, Ильшат Мухаммедов, Любовь Захарова, Дмитрий Кравченко. ТНВ, Набережные Челны, Казань. Вечерний эфир продолжит программа «Вызов 112». А сейчас прогноз погоды. Увидимся в 21.30. Добрый вечер. Новости спорт на ТНВ в студии Алмаз Гафиатов. Дакар не щадит ни людей, ни технику. Горная болезнь, скользкие трассы, холод и высокогорные дюны – это лишь малая часть спортивного дня знаменитого ралли. На высоте до 5000 метров участникам приходится бороться не только с соперниками, но и погодными условиями. Камазовцы не сдаются. Восьмой этап уверен выиграл экипаж Дмитрия Сотникова. Свою задачу ехать стабильно и не отдавать время соперникам выполнила и команда Эдуарда Николаева. Экипажи Мордеева и Шибалова также показали быструю езду и уверенное решение навигационных задач. В общем зачете лидерство удерживает Николаев. Если «Вилагра» немного сократил отставание по времени, остальные участники лишь отдаляются от первой двойки. Из-за дождей завтрашний спортивный этап отменен. На трассе смыл мост. Но для Дакара это вполне привычное явление. Тут организаторы, конечно, постарались. Они реально сделали юбилейный Дакар, чтобы он всем запомнился. И у них это удалось. Действительно, очень сложно. Их очень много лет обвиняли в том, что превратили Дакар в кольцевые гонки неинтересные. Здесь они, наверное, так обиделись на всех. Волейболистки «Казанского Динамо» в третий раз в сезоне обыграли «Енисей». Игра, прошедшая в центре волейбола, завершилась разгромом красноярской команды в трех партиях. Подопечные решата Гелюзиддинова вернулись домой после длительного турне по маршруту «Казань», «Челябинск», «Ошалин». В Польше «Динамовки» неожиданно для многих не оставили шансов местному «Хемику», обыграв его в трех партиях. Таким образом, перед матчем против «Енисея» казанские девушки возглавляли и чемпионат России, и группу «Ц» в Лиге чемпионов. С лидерскими задачами наши справились. Итоговый счет 3-0 в пользу «Динамо». Сопределение, в принципе, было сломано именно в первой партии. Потом, в принципе, как таковой, наверное, игры сильные. Противоборство не получилось. И в завершение баскетбола испанский игрок «Уникса» Кино Колом снова приносит команде победу на последних секундах. Первый выездной матч в Единой Лиге ВТБ в новом году «Уникс» провел в Нижнем Новгороде. Итоговый счет встречи 91-89. Самым результативным игроком матча стал Морис Индур, набравший 30 очков. Еще 16 очков набрал автор победного броска Хайкингалу. В следующем туре 21 января в Риге Казанцы сыграют с ВФМ. А завтра дома в рамках ТОП-16 Кубка Европы «Уникс» примет итальянскую «Риджо Эмилию». После 10 матчей в Лиге ВТБ в активе Казанцев 9 побед при одном поражении. Третье место после ЦСКА и Локомотива в Кубани. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте. Время новостей о погоде. Спонсор выпуска и изготовитель корпусной мебели на заказ компания «Данил Мастер». Весь январь «Данил Мастер» дарит своим клиентам 20% дополнительной скидки на изготовление кухни или шкафа-купе. «Данил Мастер», «Казань», «Восстание 23», телефон 2-167-166. Ну что ж, а теперь о погоде. В республике установилась вполне комфортная погода без резких перепадов температур. По данным сервиса «Яндекс.Погода» на юго-востоке Татарстана будет облачно. Ожидается небольшой снег и до 7 градусов мороза. На северо-востоке Татарстана пасмурно, снег и до 5 градусов ниже нуля. На севере республики будет облачно, ожидается небольшой снег и до 5 градусов мороза. На северо-западе тоже временами ожидается снег и до 6 градусов ниже нуля. На юго-западе Татарстана местами пройдет небольшой снег, температуру воздуха там ставят до 8 градусов ниже нуля. В центре республики облачно, снег и до 6 градусов мороза. В последующие сутки в республике немного похолодает. В Казани ожидается снег и до 7 градусов мороза. Ветер западный, слабый. Атмосферное давление составит 768 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 90%. Магнитное поле земли спокойное. На дорогах местами гололедится. Будьте внимательны. Это были все новости о погоде. В студии была Маргарита Павлушина. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин